Принцип работы автоматики АК-47 основан на отводе части пороховых газов через специальное отверстие в стенке ствола и действие их на пол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Переводчик устанавливает на необходимый вид огня, поворачивая его флажок вниз до совмещения фиксатора с соответствующей надписью на ствольной коробке. За рукоятку перезаряжения затворную раму отводят назад до отказа и резко отпускают. Происходит взведение ударно-спускового механизма, досылание патрона в патронник и запирание канала ствола. Автомат заряжен и готов к стрельбе. В случае, когда после окончания стрельбы автомат остается заряженным, его необходимо поставить на предохранитель. Это обеспечит надежную защиту от случайного выстрела. В ударно-спусковом механизме автомата переводчик одновременно служит и предохранителем для постановки на предохранитель. Флажок переводчика поднимает до отказа, вследствие чего закрывается окно для прохода рукоятки перезаряжения. Тем самым ограничивается перемещение затворной рамы. Выступ на рычаге переводчика поворачивается и фиксирует спусковой крючок и задние шептала, ограничивая их поворот. Такое положение деталей ударно-спускового механизма обеспечивает надежное удержание курка на переднем шептале. Возможность случайного выстрела исключена. Для производства одиночного выстрела переводчик устанавливает на одиночный огонь и нажимает на спусковой крючок. При стрельбе одиночными выстрелами возможны две ситуации в поведении стрелка. В первом случае стрелок нажимает на спусковой крючок и удерживает его в нажатом состоянии в течение всего цикла работы. При нажатии на спусковой крючок он поворачивается и освобождает курок, который ударяет по ударнику. Происходит выстрел. Под действием пороховых газов затворная рама движется назад. При этом рычаг автоспуска выходит из-под выключателя, что обеспечивает поворот автоспуска. Действуя на курок, затворная рама поворачивает его. Курок входит в зацепление с задним шепталом и удерживается им. Постановка куркана шептала автоспуска не происходит. Рычаг автоспуска становится на пути движения затворной рамы. При подходе к крайнему переднему положению затворная рама выключателем действует на рычаг автоспуска и поворачивает его, тем самым не препятствуя в дальнейшем повороту курка. Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. При отпускании спускового крючка курок выходит из зацепления с задним шепталом и становится на переднее шептало. При последующем нажиме на спусковой крючок освобождается курок, который наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. Цикл работы повторяется. Во втором случае стрелок не удерживает спусковой крючок в нажатом состоянии, а с другой стороны не удерживает спусковой крючок. Продолжение следует... Во время стрельбы может возникнуть ситуация, когда подвижные части не дошли в крайнее переднее положение и канал ствола не заперт. В этом случае предохранение от выстрела происходит посредством автоспуска. При подходе подвижных частей к крайнему переднему положению, затворная рама выключателем должна воздействовать на рычаг автоспуска, что обеспечит поворот автоспуска и освобождение курка. Когда подвижные части не доходят в крайнее переднее положение, вследствие этого затворная рама не может воздействовать на рычаг автоспуска. Это исключит поворот автоспуска и обеспечит в зависимости от режима стрельбы либо удержание курка на шептале автоспуска, либо ограничение поворота курка. Курок не сможет нанести удар по ударнику. Выстрел не произойдет. Для ведения автоматической стрельбы переводчик устанавливает на автоматический огонь и нажимает на спусковой крючок, удерживая его в нажатом состоянии до прекращения стрельбы. Выступ на рычаге переводчика не препятствует повороту спускового крючка, ограничивая при этом поворот заднего шептала. В таком положении исключается возможность сцепления курка с задним шепталом. Поворот спускового крючка освобождает курок с постановки на переднее шептало. Курок, поворачиваясь, энергично ударяет по ударнику. Происходит выстрел. Под действием пороховых газов затворная рама движется назад. При этом рычаг автоспуска выходит из-под выключателя, что обеспечивает поворот автоспуска. Действуя на курок, затворная рама поворачивает его. Происходит взведение курка, который становится на шептало автоспуска. При повороте автоспуска его рычаг встает на пути движения затворной рамы. Сцепление курка с передним шепталом не произойдет, поскольку спусковой крючок нажат. Не доходя до крайнего переднего положения, затворная рама выключателем действует на рычаг автоспуска и поворачивает его. При этом курок освобождается, шептала автоспуска, и ударяет по ударнику. Происходит выстрел. Цикл работы повторяется. Таким образом происходит автоматическая стрельба. Она будет прекращена при полном израсходовании патронов в магазине или при отпускании спускового крючка. В последнем случае, после окончания стрельбы, автомат остается заряженным, а спусковой механизм взведен.